Слава Иисусу Христу, слава Господу нашему Спасителю, приветствую всех, братья, сестры, вот, сейчас, кто будет подключаться, будем приветствовать всех, ну вот, и пока приветствуем всех, кто в записи будет смотреть, вот, и здесь у нас есть Байбл, Библия, вот, сегодня ночь такая, у нас бдение, прославляем Господа, молимся, вот, и у нас чтение и Слова Божьего, и, сейчас я так понимаю, потому что День Реформации мы вспоминаем со всем вместе христианским миром, вспоминаем День Великой Реформации и обновление христианства всего, да, сейчас попробую все-таки, тоже еще ссылочка сделать, вот, Кто у нас, посмотрим, кто у нас, тоже будет бдеть с нами Вот, и, о, слава Богу, да, День Великой Реформации, это день воспоминания того события, когда Мартин Лютер прибил тезисы к дверям собора Виттенбергского Вот, и, как говорят, стук молотка этого монаха пробудил всю Европу Вот так вот, так, началась поэтапная реформация Церкви, мирового христианства Вот, пять столетий минуло Как вчера это было Вот, я из Божьего слова прочту Вот, то, что как раз озаглавлено было, значит, на наших таких этих прокламациях, или, как назвать это, листовку таких Бог во Христе, написано, примирил с собой мир Из Библии читаю, второе, Коринфянам, пятая глава, девятнадцатый стих Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения Вот, это вот слово, я читал, как раз, на соборе, вот, на воскресенье на служение Собор на нашем И на соборе, который посвящен, собственно, как раз Пятисотлетию, среди начала реформации И собор, вот, воскресенье, это само служение соборное Я думаю, что нам еще предстоит многое осмыслить Но, на самом деле, это, да, я еще в сети, а, слава Богу Так что, да Отец Кифа Да, 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 слава Богу, так что Вместе, вместе Разом Разом, разом С Богом нас богато Нас небодолаты Вот, и Место из Писания зачитывал, как раз то, что на соборе читал, в воскресенье, на служение Да, улыбочки Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения Вот это, как раз, местописание для Кифы, еще раз посчитал Значит, на соборе в воскресенье, как раз, зачитывал, как раз А сама эта листовка такая вот наша, на соборе Распространяемая, такая подрывная литература Для царства тьмы подрывная Вот Как раз, именно, такие, короткие, такие, размышления О реформации, собственно Кстати, надо бы, тоже бы, их опубликовать Вот так вот, на фейсбуке, где-то еще Выложить, да? Выложить просто надо будет, да, на самом деле Потому что, что-то я затормозил Сразу забыл об этом Мысль-то была такая Изначально На официальном сайте, да? Да, да Вот, и А, и еще тоже Вот, как раз, для Кифы Слово И для всех наших братьев, там, священников Уже кто, ну, Кифов в сети А кто будет в записи потом смотреть Присылайте мне, вот, на e-mail, допустим Или, там, или на фейсбуке, я не знаю Там, вот, свои размышления Свидетельства, значит, откровения Не знаю, какие-то, может, какие-то сновидения Видения, я не знаю, что еще там Ну, как Бог открывает и что Он открывает Вот, значит, чем живете, все, значит И будем так вот публиковаться Вот, как-то Ну, каждый По себе где-то что-то публикует Но, вот, чтобы было что-то такое Общее Да, окей, да, правильно А чтобы было общее такое Общие публикации Какие-то, допустим, даже вот листок Допустим, какой-то печатаем, да? Здесь в Киеве Раз, и чтобы там Вот, из отцов церкви Современных Да Да, чтобы Публиковать И смирять С августином Да, да, да Так что, вот так вот Как-то так И, ну, чё ж Делаем такое Ахаха Ну, да Так что, отцы святые Продолжаем дело Божье Вот Слава Богу, короче Слава Богу за все Так, и Отмодлим еще Да? Модлим еще Модлим еще Божье Модлим еще Модлим еще Тоже Помолите, Партоша И были вместе 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 Да Я начинаю Господи, благодарю Тебя за эту встречу За возможность Спасибо Общения Со всеми вами Господи Спасибо За Север Спасибо За братьев За Сакифу За всех Сестер и братьев Которые слушают Господи Благослови Всех Раскрывай себя В Твоем Святом Слове В наших поступках В наших мыслях Вот Чтобы мы Не Умствовали Да А Чувствовали Твою волю И Пусть она будет Вести нас Слава Тебе И прославление Господи Спасибо Спасибо Господь Аминь Спасибо Отец И пусть Реальность Твоя Твоей жизни В наших судьбах Действительно Вот Через нас Как вот Тот источник воды Как эта вода живая Благослови во имя Иисуса Христа И он в Боге И мы познали Любовь Которую имеет К нам Бог И уверовали В нее Потому что Бог Есть Любовь Написано И пребывающие В любви Пребывают В Боге И Бог В нем Аминь Спасибо Господь Святой За Действительно Что мы Познали Эту Любовь Которую Ты имеешь К нам И мы Уверовали В эту Твою Любовь Мы Уверовали В то Что Действительно Ты любишь Нас Мы доверились Твоей Любви И мы Понимаем И я лично Очень понимаю Господь И осознаю Что Я не обманулся И ты меня Не обманул Ты действительно Любишь И ты действительно Боже Тот Кто Действительно Является Спасителем Моим Господом Моим Богом Моим Моим Отцом И Бог Есть Любовь И пребывающий В любви Пребывает Боге И Бог В нем Спасибо Господь За это Пребывание В тебе И Тебя Твое Пребывание В нас Аминь Да Да Можно Много Философствовать А можно Пребывать В любви Так же Много Да Да Это правда Да Это правда Так же Много Пребываем В нем И Это действительно Не просто Философия Или религия Это действительно Христос В нас Упование Славы Ой Господь Эта ночь Да Сейчас уже Сон уже клонит Честно Не могу так бывать Что уже Размышляешь Но Боже Прими Хвалу Хвалу Вот хорошо Что там На радио Муныл Там уже И песни Такие Бывает Прославления Что-то Включается Но Нужно Тоже Чередовать Такое И Что-то Споем Ну Чтобы И соседей Не разбудить Конечно Да С Да Слава Бог Потому что Это Многоэтажное Здание Это Жилой Дом Поэтому К сожалению На шафарах Играть Да Здесь Сложно Это Не промзона Расскажите Как вы Относитесь К монашеству Ну Я об этом Много Рассказываю В общем-то Ну Как бы Ну Как Отношусь Сам Я не Монах Это Это Точно Значит И Не был Никогда Монахом Нет Хотя Собирались Собирался Да Собирался И не раз И не два Собирался Даже Приезжал Монастыри Там Я Жил Монастыри И работал Монастыри Вот Но Однажды Осознал Что-то Не мое Вообще-то Есть семинары Мои По истории Христианства По истории Церкви Я там Подробно Рассказываю Об этом Об истории Монашества И о своем Отношении А отношение Мое И отношение Церковное В тезисах Реформации Можете Кстати Так и набрать Даже В сети В любом Поисковике Что Тезисы Да 100 тезисов Реформации Православной Реформации У Лютера 95 тезисов Вот Которые он Сегодня Прибил 500 лет назад Вот У нас Даже на 5 Побольше Получается 100 тезисов Ну как бы Это вот Основное Там что Там и есть И о монашестве Тоже Вот Я не против Монахов Если Монахи Какие У нас Вот Андрей Погнал женился Вот Я считаю Я считаю Что каждому Стоит Провести Часть Жизни Монашества Ну да То же самое Жизнь монашеская Это Жизнь Уединения Кстати Я был в Германии Когда Там Марьиншвеста Монастырь Под Франкфуртом На Майне Хорошее место Такое Меня Что удивило Что это Протестантский Монастырь Вот Значит Дезе Наверное Тайзе Не Не Дезе Они Ближе К католичеству Они даже Хотя Они остались Протестантами Все Да И Де Юре А это Чисто Протестантский Монастырь Значит И Значит Марьиншвеста Да Вот Это Сестры Марьи В Послевоенной Германии Вдовы Военные Значит Вот Решили Не выходить Замуж Больше И посвятить В основном Это Евангелише Были Там Протестанты Монахи Я честно Евангелические Лютеранские Значит Значит Есть Баптистские Там Ну Как бы То есть Разные Протестантские Значит Верующие Вот Значит И Там Образовался Монастырь Они Стали Молиться Вот Пребывать В посте В молитве Вот Ну Они Без всяких Даже Обетов Там Значит Они Ну Обеты Дают Там Уже Ну Те Кто Уже Решился На Постоянные А так Они Значит Там Обычно К ним Приезжают Многие Там Помонашествовать На На Год Допустим Многих Пугают Монахов Когда Они Женятся Они Придадут Христа Не Ну Если Лютер Вот Допустим Мартин Лютер Он Тоже Был Монахом Значит Женился И Он Не Предал Христа Абсолютно То есть Он Наоборот Пошел За Христом Вот Так Вот Поэтому Обеты Которые Человек Дает Пожизненно Там Значит Быть Монахом Думаю Это Уже Ну Чисто Так От Старого Человека От Ветхого Человека Обеты Вот Нормальный Верующий Именно Возрожденный Свыше Он Думаю Никогда Так Не Загадывает Так Далеко Ну Да Вот Тем Более Что Как Бо Яков Говорит Что Если Богу Будет Угодно Будем Живо Здорово Выполнен То То Значит Тут Уже Говоришь Что Я Вечно Тебе Да Вечно Да Ну Это Совсем Так И Не По Человечески И Не По Божьей Так Конечно Вот Значит Поэтому Значит И Вот Там Вот Эти Марьин Швест Там Многие Приезжают То На Год Там Один Был Православный Грек Вот Кстати Приехал Именно Вот Помонашествовать На Год Допустим К ним Вот Некоторые Приезжают Просто На Недельку Он Приезжает Порой На Месяц На Целый Там В Посте В Молитве Побывать Другие Многие Проповедники Известно Там Полетают Тоже Ну Да Так Еще Есть Если Христос Ведет То Вопросов Не Будет А Если Человек Сам В Религии То Он Нет Царства Так И Так Ну Да Совершенно Верно Очень Все Четко Объяснено Вот Рожден Плоти Есть Плоть Вот Неважно Какая Монашеская Плоти Или Не Монашеская Вот Рожденный От Духа Есть Дух И Неважно Он Один Или Семейный Или Какой Вот Поэтому Вопрос Не В том Где Он Монашестве Не Монашестве А Важно Он Родился Свыше Или Нет Вот Ну Я В основном Знаю Православное Монашество Я Католическое Монашество Так Монашество А Православное Монашество Ну То Что Я Увидел Честно Говоря Значит Ну Это Люди Невозрожденные Свыше То Что Я Видел По Крайней Мере Вот Именно Люди Вот Как Кифа Написал Сейчас Сами Себя Которые Ведут Ну Мне Это Не По Сердцу Мне Это Не Нравится И Тогда Мне Это Не Нравилось Честно Говоря Я Призвание Его Природа И Вот Именно Его Призвание Именно От Бога Понимаете Вот Поэтому Здесь Понимаете Кто Может Местить Даже Сам Христос Он Не Делал Обязательно Монашество Для Отдельных Категорий Граждан Для Своих Учеников Допустим Апостолов Нет Он Сказал Кто Может Местить Да Вместит То Это Опять Так Кто Может Но Уже В контексте Дальнейших Там Евангельских Раскрытий Нового Завета И Не Требовал Ни Вечных Обетов Безусловно То Если Можешь Местить Брат Вмещай И До Тепа Пока Ты Вмещаешь Трудись Завтра Захотел Жениться Женись Ну Как Павел Говорит Что Лучше Оставаться Таким Как Я Но Если Не Можете Не Распаляй Да Вот И Павел Тоже Там Он По Контексту Всему Видно Что Он Был Человеком Женатым Когда То Что Что Случилось Видимо Либо Умерла Жената Либо Развод Не Знаю Что Не Там Случилось Он Жил В Целебатии То Есть Работал Получается Он Остался Без Жены Остался Так И Не И И И Жениться Дальше Да Но Он Был Не Совсем Монахом Так Как Он Не Был Связан Уставами А А А А А А А А Он Жил Среди Людей Служил Людям Работал Получал Какие-то Средства Вот Наш Отец Андрей Который Под Ёлочкой Жил Да Вот Типичный Монах Ну Такой Монах От Природы Вот Он Он Анахаред 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 Вот Интересно Монашество Если Допустим Уже Четвертого Пятого Столетия Одно Монашество А уже Пятого Шестого Столетия Тоже Другое Это Это Уже Больше Такое Казенное Я Покаялся После того Как встретил Монахов Который Господь Привел А Ну Да 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 Монашество Огромную Работу Ради Братьев Да Вот Как раз Свидетельство Кифы Очень Хорошее Свидетельство Да Поэтому Я знаю Что Господь Он Благ На самом Деле Я знал Тоже Монахов Которые В моей Жизни Сыграли Большую Роль Вообще Хорошую Роль Очень Даже Вот Я уже Вспоминал Тоже Как раз И на служении Тоже И Любомира Гузера Он Кстати Монахом Был Да Отца Сергия Гайка Он Тоже Да Отца Сергия Гайка Меня Крестил Ну Связано Для меня Он Сыграл Роль Такую Направляющую Как бы Да 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 Значит Именно Обучающую Такую Вдохновляющую Очень Это Как раз Именно Был Любомир Да Конечно Тоже Монах Пожалуйста Понимаете Вот так Вот То есть Монах Монах Урознь Как и Женатый Жена Урознь То же Самое Здесь Важно На самом деле Призвание Главное Любить Бога И любить Окружающих Вот И Двигаться В этом Направлении В В котором Бог ведет себя Даже Вот Игнатий Бринчанинов Какой Был Консерватор Ну да Консерватор И то Говорил Что В России А это Россия Была 19 века Второй Половины Он Говорил Что Он Не Видит Сейчас Монахов Практически Их Тут Нету Через 60 лет Оно Вообще Исчезнет И Как ни Странно Казался Прав Как раз Через 60 лет Грянула Революция И Монашество Как Киевление Вообще Окончательно Исчезло Ну да Тогда А вопрос был Как с Любомиром Гузером Познакомился Вот через Сергию Шагайка Через Апостольского Визитатора В Беларуси Да Беларуси Он Не просто Интересный Был человек Гузер Он Был Именно Действительно Божий Человек И Я В гостях Это Это было В 97 Году Когда я Был у него В гостях Тогда Познакомился С ним Лично Вот Гостил У него Во Львове Я Впервые Приехал В Украину Значит Тогда Как раз Именно С Беларуси Кстати Приехал С Минска Прям Прям Да И он Как раз Гарик Проводил Меня Братья Провожали На поезде И все Интересно Что Во Львове Уже Гостил Я у Любомира Да И Для меня Вот Те две недели Общения с ним Тогда Вот этих Знакомства Тогда И общения Вот Стали На самом деле Ну Целые семинарии Просто-напросто На самом деле Вот Он был тогда Помощником Кардинала То есть Я в Украину Приехал По приглашению Католической церкви В общем-то И по Протекции Вот А уже здесь На месте Познакомился С протестантами Вот В Киеве Познакомился Во Львове Та еще не знал Никого Вот Кроме католиков А вот В Киеве Уже находясь На Шепетовской На дачной У Кармелетан Кармелетанского Мужской Монастырь Кармелетанского Ордена Там посещали И женский Кармель Посещали Мы тоже Притещали Там монахи Значит Там И Епископ Благоставил Меня Во-первых Любомир Он благоставил Письма Написал Там Был Михаил Колтун Такой Епископ Киевский Значит И Римский Епископ Меня Благоставили Совершать Римскую Мессу Тогда Как гостю Вот Так Интересно Было Знаю Что Я Православный Диссидент Благоставили И Я С Братьями Поляками Со Своим Произношением Польским Совершал Службу Им Нравилось Как Знал Так И Пел И Читал Проповедовал На Русском Меня Переводил На Польский Кто-то Из Братьев Так Что Я Обычно Свидетельствовал И Такие Чисто В таком Восточном Православном Стиле Такие Проповеди Блин Нравственные Назидательные Такие С мистическими Примерами Какими-то Такими Вот Интересными Вот так Вот такая Была История Вот Значит И благодарю Богу Что так Все Проношло Потому Что Действительно Вот В Украине Вот Как реформатор Я состоялся Что Бог Меня Всегда Привел Я Это Осознал Чуть Позже Кстати Вот Об Иных Языках Я Настолько Был удивлен Значит Есть Разные Проявления Этого Дара Вообще Иных Языков Да Очень Различные На самом Деле Проявления Вот Значит В том Числе Сверхъестественное Вот Знание Иностранных Языков Включая И этот Дар Тоже Значит Или Особенное Чутье Такое И вот Представьте Я когда приехал Уже в Киев Но Я даже Пару слов На украинском Не мог Там Почему-то Запомнить Не знаю Значит Мне была проблема Там Дякую Даже Что-то Еще Запомнить Вот Мне казалось Это Такой Странный Такой Думаю Это Как русский Язык Только Исковерканный Весь Такой Славянский Исковерканный Думаю И вообще Для меня Это было Ну что-то Такое Не знаю Невразумительное Вообще Вот И значит И представляете Значит Снится мне сон Уже здесь В Киеве Снится мне сон Что я проповедую Огромному Собранию Под небом Открытым Значит На украинской Мове Проповедую Проповедую И притом Проповедую Значит С платформы Такой Деревянный Значит Такой Значит Там Здесь Ангелы Не ангелы Люди Не люди Такие Светом По Сторонам Стоят Передо мной Люди Море Вот Я во сне Сам удивляюсь Как у меня Язык так шевелится Как я могу так говорить Вообще Вот Украинский Он такой нежный Такой Певучий Такой Значит Я сам удивляюсь А потом думаю А люди-то правильно Все понимают Как я доношу До них Что ли Вот И смотрю А первые ряды Мне видны Людей Хорошо лица И многие из них Заплаканы И я проснулся От того Что я сам себя Разбудил Громко Говорил Украинский Украинскую Мову Проповедовал Во сне Удивительно Я думаю Тогда Что если бы Даже начал Нашел бы Среду общения Украинскую Я бы Наверное Перешел бы Так На украинскую Мову Но для меня Это было Я серьезно Задумался Тогда Я думал До того Я полагал Что в Украину Приехал Ну так Еще недельку Две Ну месяц Побуду Ну два Месяца Ну не знаю Побуду Здесь И все И все И поминай Как звали А после этого Задумался Видимо Надолго Видимо Здесь Бог меня Видит Здесь Как-то Потому что Я настолько Был Под впечатлением Вот этого Присутствия Бога Очень сильного Такого Присутствия Настолько Что И переживание Всего Этого Языка И кстати После этого Я вот Да Как-то Стал Разумить Разуметь Мову Украинскую И как-то Полюбил И осознал Что это Действительно Это Не просто Диалект Это Свой язык И Своя культура Мова Это Очень Певучая Я Мне проповедовать Проще Действительно Да Здесь Духовно Комфортно Жить На самом деле Да Вот Значит Не знаю Молиться Как-то здесь Прям Ну Как по мне Так Прям Не знаю В таком Естественном состоянии Таком Нахожусь В Сент-Генере Одно из самых Свободных стран Да Из того Что я знаю По крайней мере Вообще Благодать Значит Да И Вот Я проповедую На русском Говорю на русском На вот А петь Проставлять Богу Да Мне проще Наук Украинской Мовы Так что Да Вся земля Так Довго На цей день Чекала Коли Лине З неба Чистий Сильний Дощ Иисусу Иисусу слава, Иисусу слава, спевает вильно Украина, Иисусу слава на веки, на веки. Слава Иисусу Христу на веки, слава Богу Святому. Господь, спасибо Тебе, Боже, за все. Благодарю Тебя, Боже, за Украину. Благодарю Тебя, Боже, Всебогущий, за действительно Твое духовное пробуждение, которое Ты здесь совершаешь. Боже, спасибо, Господи, за нашу Киевскую архиепископию, за служение именно такое, евангельское, православное служение наше, реформаторскую, нашу православную церковь Христа Спасителя. Боже, благодарю Тебя, Господь Всемогущий, что Ты действительно совершаешь великие свои деяния в наши дни, в наш час. Боже, благословен Ты, Царь наш, благословен Господь. Аминь. Благослови, Боже, наши семьи. Снова и снова паки-паки прошу. Благослови наших родных и ближних, Господь Божий, по богатой Своей милости. Слава Тебе, Боже наш. Аминь. Слава Богу. Вот так вот. Так что благословение Господне всех Вам, дорогие друзья. Эта ночь, сегодня мы рассуждали и рассуждаем о реформации. Потом, значит, ну реформация это само собой, это юбилей реформации. Пять столетий прошло. Немного, немало, да. Пятьсот лет реформации. Содня начала Великой Реформации и обновления мирового христианства. Вот. И, значит, так же немного о теме Хэллоуина. Да, как очень. Да, очень интересные обороты такие получились в разговоре. Вот, значит, тоже, значит, как раз и Киева. Начали за упокой, а поичали за здравие. За здравие, да, да, да. Вот именно таким макаром, да, что начали за упокой. То есть, ну, со страшилок, как бы, значит, в принципе, там, малоприятная такая сторона. Но, начали. А, Валерию тоже привет огромный, да, Валерию. Всем, всем святым радоваться, слава Богу. Вот. Так что, если Валерий будет здесь, то пусть тоже присоединяется к этим молитвам, бдениям нашим. Может быть, следующее воскресенье будет, если в Киеве, то пусть приходят, передавать ему. Ну, и сами тоже, если будете иметь возможность, так вы приходите. Вот, в воскресенье служение с 9 утра у нас. Каждое воскресенье проходит служение здесь, в Киеве. В это воскресенье буду проповедовать тоже. Вот, это, значит, улица Леонида Первомайского, 6, станция Метро Кловская. С 9 часов до 19 часов арендованное помещение. Да, и друзья, тоже, значит, АПЦ служите. Ну, да. Вот, и, значит, и... Ну, вот, как-то так. Значит, и так тоже, молитесь, друзья, чтобы был свой храм. Вот, ипархиальное управление, храм в самом Киеве. Вот, и чтобы, значит, и транспортное средство нужно нам, потому что у отца Алексея, допустим, нашего вот Порошака, там, да, благочинного машина есть, но она уже, так вот, честно говоря, на ладан дышит. Чудом ездит, честно говоря, так чудом. Ну, и ремонтом, как бы, и вложением регулярных денег. То есть, получается, нужно, как бы, да, уже искать. Бог, да, благоставит нас. Во имя Иисуса Христа, Боже, благослови, Господь, нашу Киевскую архипископию, благослови, Господь, всех священнослужителей, Боже, и тех, кто сейчас в нашем братстве, и всех друзей церковной реформации, благослови. Благослови, Господь, и нас своим храмом, Боже, церковным зданием, Боже, ипархиальным управлением, Боже, потому что тебе все возможно, Бог наш, и транспортом, средством. Во имя Иисуса Христа, во славу Твою, Господь, аминь. Потому что, действительно, самая хорошая машина, это, я как раз отцу Алексею говорил, какая? Которая служит Богу. Да. Которая служит Господу. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь, слава Тебе, слава Тебе, Боже наш. Благословен Ты, Царь наш, благословен Господь. Молимся, читаем Слово, молимся. Ну вот, спасибо Тебе, Боже наш. Бог во Христе примирил с собой мир, не меняя людям преступления их, и дал нам Слово примирения. Спасибо Тебе, Господь, Святой, Боже, Святой. Это Слово, действительно, оно обжигает сердца, оно зажигает нас. Это Слово Твое, оно действительно открывает Твою любовь, Боже, спасибо, Господи. Благодарю Тебя, Господь. И, Боже, служение, Слово примирения, это служение примирения, Слово примирения, Боже. Я благодарен Тебе, Господь, что это, Господь, служение, которому Ты доверяешь нам, Боже, детям Своим. Слава Тебе, благословляю, Боже, великое имя Твое. Благодарю Тебя за наших всех священнослужителей. Да, вот так вот, да, чудесным образом, Киф, я тоже познакомился с Валерием. Ну, вообще, да, братья, сестры, так вот, порой мы встречаемся, так вот, и знакомимся чудесным образом, на самом деле, слава Богу. И на просторах интернета, и в реалии, и виртуальной, у нас и такое, и такое бывает, всякое бывает. Так интересно, слава Богу. Господь, спасибо Тебе, спасибо. Как раз нашел, наблюдая месяц Абив и соблюдай Пасху, Господь, вот, ферма в тот круг. Пасха, Господь, да, слава Богу, месяц Абив, месяц Колоссий, да, вот, и слава Богу, что наша Пасха, Христос. Да, Он наше воскресенье. Наше воскресенье, наша жизнь. Он вывел нас из Египта. Аминь, да, 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 да. Тоже, может, свидетельство такое, может быть, тоже. Моё свидетельство, это, в принципе, такое, очень интересно. Я, кто не слышал, был когда-то кришнаитским священником. Меня рукополагали в Индии. Да. Вот, я с малых лет с ними связан, так, ходил в гости, потом серьезно так ушел туда с головой, то есть, и практиковал долго. Меня в Индии посвящали в брахманы индусы, в монастыре одном, в Панджабе. Помнишь, там, Панджаб, Патиньи же. Вот, потом я там уже начал общаться с христианами. У меня был такой опыт интересного общения. Помню, в Калькутте было Рождество. А возле моего монастыря, в котором я жил, прямо в центре Калькутты, на улице Сатишму, Кердио, вот, как помню. Там была промославная греческая церковь, Элладская церковь. Они Рождество отмечают, как и католики, 25-го. Ага, ну да, по новому стилю, да. И я зашел в храм, а там сидят, сидя, как в Константинопольском Патриархате, там сидят. Я захожу, а я в индийской одежде, в Тхоте, в Курте, в Брите, с шипкой, вот, хвостом кришнаийским, если вы представляете. Ну да. С тилоками поставлены длинные храмы, по всем традициям, шнур тут свисает, и все. И выходит священник, индус. Встреча Востока и Запада состоялась, да? Ну да. Индея темные. Вот индус. И он так видит, что я крещусь по-православному, подошел, говорит, как тебя зовут? А я ему говорю, ну, на индийском, от Улананда Дас. Он говорит, нет, нет, your Christian name, Андрей. Он мне так руку протягивает, Father Андрей, мы тезки оказались. Он на греческом назвал Андрей, он покончил семинарию в США, подвязался как монах на Афоне, он афонский монах, и вернулся служить уже на миссии обратно в родную Калькутту. И вот он там мне рассказывал, так интересно какие-то вещи там еще позвал брата, чтобы он мне переводил, потому что я хуже знал, чем тот великолепный английский знал. И потом второе свидетельство было у меня в Индии, это когда ехал я в паломничестве по святым местам Индии, индуистским, и прямо ко мне в купе, там даже не купе, а плацкарт попал, протестант индус из такой ортодоксальной индуистской семьи, обращенных в протестантизм, по-моему, баптистом был. И он мне свидетельствовал, рассказал, что это все ерунда, Христос изменит твою жизнь, он с такой там верностью. Я, говорит, тоже был индуистом, ходил по всем паломничествам, но Христос, он внутри, поэтому паломничество, мол, внутри совершается, внешне эти формы не важны, вот так вот мне буквально там и говорил. Красно. Но как-то я тогда, ну, все это принимал во внимание, но меня больше удивило там, когда я в Калькутте, так как я жил возле миссии матери Терезы, что я зайдя тут, а, ко мне пришел мой брат, как бы в Боге, да, в индуизме, я вижу, что он изменился вообще, что он какой-то другой. Я его знал одним, а он говорит, а я оставил, я тут в миссии матери Терезы, я стал христианином, я тут служу. Для меня это было как-то, я думал, как так, так философию знал великолепно, да не может быть такого, я как-то так возмутился, помню, а потом так получилось, что пошел по его пути только, это произошло, вот как-то неожиданно, помню. Вот я случайно заходил, я любил заходить в Минске уже, когда я приехал в Красный Костел, он в центре города, это такое центровое место, а там такая тихая атмосфера, садился с щетками кришнаевскими, читал мантры, сижу, молюсь там. Никто не мешает. Да, очень хорошо, заодно слушаю там Евангелие, там же читают, вот, и Юлия Фролова, как потом мы познакомились, она там пела, она харизматическая девушка, она молится в языках, она католик-харизмат, миссионерка, тогда она жила в Целебате, сейчас, слава Богу, ушла замуж, вот, и она-то как-то так простые слова о Христе говорила, они так доходили, а потом я встретил отца Сергия Гаек, он такой душехват, меня там тоже так начал, ну, попал потом в руки отца Пахома, моего духовника, и вот он тоже очень много со мной как-то, ну, все как-то до меня, и все равно, ну, как-то для меня это было некая такая духовная, ну, альтернатива. А потом неожиданно что-то накатило, вот, ни с того, ни с сего, вот я Кришна и Брахман, да, посещаю там храм, молюсь на бенгальском, там, на санскрите, и тут неожиданно ночью, неожиданно ночью, после посещения церкви, на меня накатило ни с того, ни с сего, и начинаю принимать Христа на белорусском эве. Ни с того, я на нем не говорил очень долго, а тут что-то вот так вот, а мне как-то помогало это сосредоточиться, и пошло само. Начал просто, я понял, какой же я Кришнович, после того, что я сказал, как-то странно, вот, уже, наверное, вряд ли. Вот, и... Кришна уж не примет. Да, и потом пришел, мне дали катехизис, Новый Завет выдали, ну, благо, у меня их было много, дома хватало литературу всякой, вот, дали катехизис, и дали человека вот готовить тебя к крещению, чтобы просто окрестить мы тебя не будем, ты должен так основательно прочитать Евангелие. Вот, и на Пасху меня перед всей церковью, лично архимандрит, отец Сергий Гаек, под аккомпанемент двух священников, отца Пахома и Евгения, ну, вот, окрестили, все, вот, в сознательном возрасте мне было 34 года, вот, такое свидетельство было, потом там всякое бывало, конечно, после крещения, но это было самое важное событие в жизни, все равно, самое яркое, которое я до сих пор помню, очень, и я после этого понял, что крещение важно именно в сознательном возрасте, чтобы лично, своими устами произнести, молитву принятия и отречения, не так, чтобы без меня меня крестили, да, что называется, а вот именно решение, да, и спрашивание Бога доброй совести, и обещание Бога доброй совести, да, да, и что... И потом жизнь пошла вообще как-то уникально, ни с того, ни с сего, там, вот, Юля опять появилась, ксенозом Иринеушем, и тут я безработный, без ничего, лишен всех санов, званий, они говорят, поехали там, вначале в деревню на какие-то реколекции, там, глушь какой-то, под Минском, ну, там место такое довольно мрачноватое, но оказалось для меня радостным. Вот ночью мы молились и ночью, там, к Духу Святому, там, отец у меня в языках, потом ни с того ни с сего, через пару недель в Стамбуле оказались с ним, то, удачи, так это потом как-то так, вот, как виделись, пол Европы с ним объездили, там, проповедовал, он даже проповедовал на пляже, в плавках, раздавал иконы Иисуса Милосердного, и говорил о христианстве, одесситам, прямо там, на Лонжероне, такой потрясающий человек, тоже молится в языках, харизмат такой, вот экуменист, знал лично мать Терезу, с Яном Павлом Вторым, служил на одном алтаре, тоже он такой, очень легендарный священник, его в Беларуси все знают, от митрополита, все очень уважают, вот он повлиял на меня, тоже очень здорово, всегда помню, отца Ирине, в честь Ирине Леонска, он назван, Ирине Уш, да, отец Ирине Уш, очень светлый человек, чем там, сай Сергий, напоминает тем, что он постоянно в разъездах, от Казахстана, там, до Барселоны, там, расстояние, но больше работает тут, ему больше тут нравится, потому что ему нравится там, где, вот, он знает русский, там, где, вот, есть такая потребность, большая, тут многие люди совершенно далеки от христианства, совершенно, мы, к сожалению, не знаю, как украинцев, ситуация лучше, но у нас, Белоруссия, это, это очень языческая страна, очень такая, атеизированная страна, страшная, с советской символикой, с советскими названиями, улиц в центре города, Держинский стоит, Ленин, и никто не собирается сносить это, наоборот, цветы несут, какие-то старые вещи, даже и вернули еще, ну вот. Но у вас есть же Белоруссии, как бы, Байвел Белт, стоит тоже, да? Да, у нас есть, да, у нас есть, есть регион, это традиционно, который еще там, с начала, и там, Иван Росифов, верующий, очень много, деревни, деревни баптистов, пятидесятников, город протестантов, это Кобрин, где, буквально, вот, рядами стоят церкви, в частном секторе, коттеджи, вот, и семьи, в четвертом, пятом поколении, вот, протестантские, есть такие, вот, личные знакомства, по-моему, вот, и они, главное, не, 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 какие-то местнические церкви, многие дети, развеясь, поступая, поступая, в университеты, в Минске, там, в Витебске, они миссионерствуют, они проповедуют, своим примером, просто, даже, тоже, тоже мне встречались, вот так, вот, вот, попадались эти люди, тоже им благодарен, очень, они мне вернули, во многом, такой, ну, христианский подход, библейский подход, конечно, отцу Сергию, моя вторая реанимация, как бы, после моего, такого, отступничества, определенного, классно, слава Богу, да, слава Богу, слава Богу, вот такое свидетельство, это мне движение, не очень ровное, но, какое-то, очень, обычное, как-то, у всех свое, да, да, но везде неожиданный фактор, фактор неожиданности, вот это, во Христе, самое удивительное, да, какие-то планы, какие-то мысли, себя, вначале, ощущаешь, кем-то, да, а тут, хоп, потом смотришь, что, боже мой, все потерял, а что же приобрел, оказывается, такое приобрел, что, ах, просто, аминь, пусть Господь сияет ярко, аминь, радуй за Андрея, да, классно, вот, это кто-то говорил из проповедников, хочешь насмешить Бога, расскажи, о своих планах, да, американская поговорка, очень хорошая, тоже, по-другому, да, точно, да, точно, ну, даже то, что мы часто не планами называем, просто, даже какими-то набросками, а для Бога это, ну, это, не то, чтобы ничто, но если это с ним не связано, то и ничто. Аминь, Христос его преобразил, аминь, да, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Вот, интересно, что, те люди, которые участвовали, Харе Христос, хари Христос, не надо, не надо, не надо, не надо, можно сказать, на индуйском, виджая Христос, это, да, воспобедует Христос, а, виджая, да, виджая, Это на бенгальском и на хинде тоже Биджая. А Хари это что такое? Ну это одно из имен его супруги Кришны. Это его энергия. Хара, которую его наслаждают. Женская постась. Так что Виджая лучше. Виджая Христос, да. Да, да. Виджая. Да воспобедуется. Ви это усиливающая частица. Джая это победа. А би это усиление. Да. В грузинском джан это сила. Кстати, у многих джан это форма. У Платона, когда в Паезе путешествовал, как душа. В санскрите тоже джива, душа. Многие созвучия. Живое на русском. Пишет, чтобы не говорили, что это хвала. Что именно? Ну вот именно вот хавида. Но дело в том, что люди, которые часто исповедуют кришнаизм, у них есть лексикон для внутреннего пользования и для внешнего. Я еще встречал очень много кришнаитов, которые сами толком не знают во что верят. Ну понятно. Такая из разных каких-то нью-эйджерских представлений. Того немножко, того немножко. Ну да. Из магазинов «Путь к себе», «Белые облака», как по Москве я ходил, там много было этих магазинов. Если, как правильно мне сказал один кришнаит, если раньше говорит, кришнаиты обращали оккультистов, то сейчас, наоборот, оккультисты начинают постепенно кришнаитов растворять в себе. Увы, я даже удивился, что в костеле очень много людей, казалось бы, у католиков, евангелизация поставлена хорошо. У них не крестят без евангелизации, три месяца пойдешь на курсы, три месяца будешь заниматься. То есть, детей готовят и то, сколько верующих в астрологию, сколько верующих параллельно и в ринкарнацию встречал причащающихся католиков, которые верят. Притом, они толком не знают, что это такое. Уж поверьте, я могу рассмотреть ринкарнацию с позиции многих направлений индуизма и ряда направлений буддизма и даже джайнизма и даже платонизма. И не существует единой теории ринкарнации. Она разная, она имеет оттенки антропософические, то есть взгляда на человека. Какой взгляд у религии на человека, такая и инкарнация. А они пытаются это все унифицировать. Вообще глупость, я заметил, человеческая, проявляется во многих образах, но наиболее два. Это обобщение, сказать, что католики, мормоны, пятидесятники, это все сектанты. Или вторая крайность, я замечал, это путать причину и следствие. Следствие выдавать за причину. У Украины Крым, а это потому что бандеровцы нам угрожали, хотели Крым забрать раньше, поэтому мы спасли Крым. И вроде все. Да, вроде логично. Да, да, да. Вывихнут. Вот точно, глупость это либо обобщение, даже в себе это вижу часто. Когда начинай обобщать что-то, говорим, я не прав. Это уже для... Да. Вот такая наука. Аллилуйя. Аллилуйя. Можно сказать так, что вот пытаюсь радоваться во Христе, скажем так. Не всегда получается, но стараюсь. Надо просто действительно эту радость. Пустить эту радость. Божью, да. И ее через себя. Не имитировать, а попросить просто, чтобы она вошла и... Да, да. Как та женщина, которая рассказывала-то свое свидетельство, которая... Бывшая узница в концлагере, значит, сама немка попала в концлагерь-то. Прятали евреев, и так получилось, попала в концлагерь. Ее сестра погибла там, кто-то еще из семьи погиб. То есть, ну, такая трагичная история. Ну, она выжила, слава богу, союзники подоспели американцы, значит, их спасли, значит, этих женщин из этого концлагеря. Вот, значит, и уже в послевоенной Германии, уже прошли годы какие-то, там, значит, уже. Она там, как свидетельствовала в костелах, в этих, ну, в этих кирках лютеранских. Проповедовала, значит, даже там она вот как бы говорила прощение. У нее на сердце была такая тема, и она сама понимала, что это очень важно для нее лично, вот, простить, значит. Да, значит, и даже некоторые люди вот приходили на служение, говорят, уже прошли годы некоторые, но до сих пор они были в таком состоянии, что они даже, как только были какие-то призывы, там, или к прощению, они вставали и выходили из служения. Ну, да, да. Потому что такие шрамы были у людей в сердце. Вот, многие потеряли всех вообще, и все, значит, и страшно было, говорит. И вот, значит, и вот после такого собрания подошел к ней мужчина, вот, и она сразу узнала в нем бывшего вот этого офицера, немецкого фашистского, значит, гестаповца. Задирателя, да. Какого-то именно там даже, который там офицер какой-то там приезжал и издевался, она узнала его. Оказывается, он был, значит, вот в тюрьме, значит, американской, там, значит, там, и там он покаялся с его словом. Ну, он всегда себя числа христианина вообще, всегда. Ну, да, да. Как бы, да. Католиком. Плохим люди были. Да, значит, а здесь он через Капеллана, там, значит, по-моему, так вот история. Да. А, удалено там сообщение просто. Вот, значит, и, значит, он пережил обращение. Так вот, вот к чему рассказываю. Он, значит, попросил у нее прощения. Он сказал, что вот до сих пор вот, я понимаю, что Бог меня простил, да, вот так понимаю, мне это объяснилось. Я это принял, как бы, принял, но себя, вот, до сих пор не могу, вот, простить. Вот, вот, именно вот. И я, вот, вот, решился и узнал, ну, она же везде афишировала, что, да, вот, что она вот узница этого лагеря, все. Вот, значит, и вот именно специально вот к вам, как вот к сестре во Христе теперь уже, и, значит, и, значит, как узница именно того лагеря, где я бывал, как раз, где вот, как раз, ну, работал, ну, ну, убивал, по сути. Я не помню точно, но мне кажется, даже, вот, там, смерть сестры его связана была вот с этим человеком, что она такая личная еще такая была. И она, вот, эта женщина, она, значит, там, писала, свидетельствовала, что она, хотя сама вот даже на том же служении говорила прощение и считала, что вроде как простила, но я вдруг поняла, что, ну, не могу простить его. Вот именно его лично для меня был такой стресс. И она вот тогда вот сделала такую вещь, вот как раз вот, вот о чем сейчас я вспомнил-то. Она, значит, он даже протянул руку, она, вот, у меня рука как будто одеревенела, я не могла ему в ответ ничего даже протянуть руку. Значит, и, значит, я, говорит, внутри взмолилась, я взмолился Иисус, говорит, я, говорит, не могу его простить, простить, но ты помоги мне это сделать. Да, ты прости, да, ты помоги мне это сделать, потому что у меня сил нету это сделать. Вот, и вот когда она вот осознала четко в те секунды, да, вот, ожидание, что, значит, она сама не может это сделать просто, просто у нее нет сил это сделать. Но она взмолилась и попросила Иисуса это сделать, помочь ей. Вот, и вот сверхъестественно просто действительно появилась какая-то сила, которая позволила ей руку протянуть вот в ответ. Вот, и они обнялись, говорит, значит, вот как вот брат сестра, вот, и она смогла сказать это, что она прощает его. И вот интересная вещь такая, что вот, действительно, вот что могло вот так преобразить жизнь вот вчерашнего палача, да, и вчерашние жертвы, вот, вот это какая сила только во Христе, аминь, да, сильны только во Христе, аминь, аминь, аминь. Вот, нет, братья, так вы не удаляйте сообщения, там написано удалено, удалено, потому что они потом остаются сообщения, и вот когда уже видео обработается, оно будет в сети, то эти сообщения, они будут там внизу. И они важны, чем еще важны, потому что другие люди будут смотреть и будут назидаться, аминь. Вот, брат, спасибо, что да, вот, надо такие сообщения оставлять обязательно, значит, ну, исключая, там, если какие-то ошибки, мало ли неточности какие-то. А вообще-то это для славы Божьей, на самом деле, эти сообщения, потому что кто-то почитает, и вот действительно он назидается, удостоверится, как бы, значит, там, и все. Вот, и знаете, вот эта вот сила, которая способна из волка, будем так говорить, сделать, вот, агнца, да. Игненка, да. Игненка, да. И из вчерашнего, вот, овцы обречены на заклание, да, и жертвы сделать героя такого, да, вот, который смог бы, вот, протянуть руки, руку свою бывшему убийце, как бы, да, значит, протянуть это, вот, и примириться, действительно, это, вот, 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 реально живой Христос. То есть, не католический, не православный, не протестантский, не, вот, не иконный, не какой-то еще, там, значит, там, а вот именно реальный Христос, реальный Христос, вот, и это чудо, это чудо преобразования просто, которое, преображение. Вот это самое ценное, и вот, то же самое я понял, со всеми другими вещами, не только с прощением, но вообще, вот, с радостью, со всеми, помоги. Как в той песне поется старый еврейский, мир нашу, пошли нам ты радость. Ну, и какая радость еврейская. Да, 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 дай нам увидеть Иерусалим. Кстати, в Варшавском гетто рассказывали, немцы приходили в гетто порадоваться. Потому что, вот, 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 депрессия была такая над всей Варшавой, значит, и все, значит. А евреи где-то по инерции радовались. Могли радоваться, могли, да, вот, это, 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 Христос такой, как Он есть. Аминь, аминь. Благоставляю вас, братья. Мы сейчас делаем опять перерыв небольшой такой, пятиминутный. Вот, и продолжим, да. Благоставения Господня всех вам, во имя Христа Иисуса, аминь.